Тела погибших в Сирии российских летчиков в ближайшее время доставят на родину. Их семьи получат по 2 миллиона 300 тысяч рублей. Два дня назад российские военные оказывали поддержку сирийской армии под Пальмиры. Сорвали наступление сломистов. Во время возвращения на базу их вертолет был сбит ракетой боевиков. Оба летчика представлены госнаградом. О последнем подвиге. Артем Кол. Это был удар в спину после сложного боя, в котором наши летчики за штурвалом Ми-25 сирийских ВВС отбили атаку боевиков неподалеку от Пальмиры. Полковник Рафигат Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгих совершали облет новой машины. И увидели, что на позиции сирийских правительственных войск начали наступление террористы ИГИЛ. Организация запрещена в России. И командир экипажа решил помочь с воздуха сирийской армии. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Из расходового в боекомплект при развороте на обратный курс огнем земли вертолет был подбит террористами и упал в районе подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб. В этих сухих и коротких строчках официального сообщения восхищение подвигом летчиков и скорбь по погибшим товарищам. 51-летний Рафигать Хабибуллин – полковник, опытнейший офицер, за плечами которого сотни боевых операций на территории Афганистана и Чечни. До отправки в Сирию командовал 55-м отдельным полком под Краснодаром. Это кадры последних учений, которыми руководил полковник. Завершились учения успешно. Командование высоко оценило действия экипажей. После было решено отправить полковника в Сирию. Вместе с ним в экипаже оказался и молодой летчик-оператор, лейтенант Евгений Далгин. Ему было 24 года. В сентябре 2015-го он женился и строил большие планы на жизнь. Как рассказала его супруга, он всегда бредил только небом. Он был добрый, отзывчивый, честный. Когда началась заваруха в Сирии, глядя на то, как некоторые уходят со своих должностей, чтобы не попасть на войну, он никого никогда не осуждал. Говорил, что не сможет так, мол, я хочу летать, это моя работа. Поэтому в начале июня отправился на восток. Я его спрашивала, Жень, ты не боишься? А он отвечал, а чего бояться? Это моя профессия, я этому учился. Военным ведомствам уже сообщили, что погибших летчиков представят государственным наградом, а родные получат денежные компенсации, более 2 миллионов рублей. Тела российских военных уже доставили на авиабазу «Хмеймим» и совсем скоро отправят в Россию, где с почестями похоронят на родине. Артем Кол, Дмитрий Найда, Вести.